Кадры с нашего сентябрьского форума 2019 года и очень, конечно, ждем уже октября 2020 года, где будет живое наше общение. Но, заканчивая этот цифровой форум, хотел бы подвести небольшие итоги. Мы с вами знаем, что одно из таких важных элементов стратегии нашей компании – это выпуск интересных продуктов. Ярких, таких выпуклых продуктов, которые имеют какие-то уникальные свойства. И посмотрите, мы прошлый раз презентовали серию «Океанум», серию «Оксикарбокси» в косметике. И вы видите, как они хорошо продаются, как они востребованы людьми. Да, замечательная серия «Биоглоу», которая вообще, так сказать, такое новое слово и в продуктах, и в их подаче. Мы все с вами рады, как продается и каким успехом пользуется серия «Велнос». Мы еще недавно буквально ее представляли, и уже два месяца продаж нам показывают отличные результаты. Очень интересная вышла, буквально первый каталог продавалась, серия «Хоум Гном Гринли». Мы и раньше выпускали очень хорошие порошки, но там, где есть проблемы с жесткостью воды, теперь мы имеем с вами еще один, то есть еще два порошка, которые эту проблему жесткости воды полностью решают. Это, наверное, лучший такой продукт на рынке. Ни у кого даже похожего нет. Думаю, всех мы превзошли. Лечебные чаи – это та категория, которая не просто вкусная, но и полезная, и которая тоже очень радует нас и зимой, и весной, и летом, и осенью. И полезна для здоровья. И, конечно, вы видите сами, что мы выпускаем не просто какие-то отдельные продукты, но выпускаем целые линейки, и самое главное – выпускаем целые новые такие категории продуктов, которые дополняют один раз ассортимент наш, с другой стороны делают нашему покупателю, нашим консультантам возможность в одном месте приобретать все больше и больше первоклассных таких товаров. И мы видим, что аудитория наша очень это ценит и к нам приходит, и это прямо наш с вами большой успех. Хотел бы ответить на многие вопросы, которые вы прислали. И, наверное, самое большое количество вопросов про пылесосы. Когда же будут довыданы пылесосы по акции ВИПам? Как вы знаете, прямо когда мы производили эти пылесосы, началась эпидемия коронавируса. И, конечно, фабрики в Китае встали. Мы получили только ту часть, которая была произведена до начала всего этого. И эту треть пылесосов мы уже с вами раздали самым нашим новичкам, ВИПам, чтобы они меньше всего ждали. Вот уже еще треть пылесосов пришла, находится на складе в Москве. И вот сейчас в течение июня, я надеюсь, мы ее всю еще раздадим. И, к сожалению, только в августе мы третью часть пылесосов сможем вам нашим ВИПам вручить. Но я надеюсь, все понимают, что мир, он, как сказать, сложный, большой и не без карантинов. Будет ли расширяться ассортимент детских товаров, спрашивают нас, в связи с тем, что пошел проект с молодыми мамами. И спрашивают, будут ли памперсы. Дорогие друзья, конечно, мы ассортимент точно будем расширять. Ну и по вопросу конкретно памперсов, что хочу вам сказать. Мы в 2018 году, весной, два года назад, закончили такой подход к тому, чтобы выпускать памперсы. Мы увидели, что то, что мы хотим, чтобы было по качеству, по такой, по уникальности для вас таким радостным продуктом, мы слишком дорогой получался продукт по, так сказать, по конкурентным ценам. В чем сила Фаберлика? Мы делаем очень хорошие продукты, но по ценам, ну таким, на рынке принятым. Когда мы по цене выбиваемся, мы такой продукт пока откладываем и держим в своем портфеле на будущее. Мы видим, что технологии в мире очень быстро двигаются, и то, что еще какое-то время назад было недоступно, потом мы находим решение, как это можно сделать. Спасибо вам за ваши письма и вопросы по поводу памперсов. Я думаю, что сейчас два года прошло, мы сейчас актуализируем, посмотрим, а как сейчас ситуация изменилась. Может, появилось новое оборудование или какие-то есть другие решения, которые нам позволят вернуться к теме памперсов. Тем более, молодые мамы, если спрашивают, надо как-то уже подтягиваться. Планируется ли выпуск супов и коктейлей разовыми порциями? Смотрите, у нас когда-то это было, и мы видели, как есть две проблемы с этими разовыми порциями. Первое – очень много упаковки лишней, и это влияет на себестоимость. Поэтому мы стали теперь выпускать в таких больших упаковках. И второе – конечно, в логистике. Сборка, доставка, больших порций гораздо удобнее, и вы видите, какие хорошие цены. И я думаю, что, наверное, мы от разовых уже ушли, и возвращаться к ним не будем. При этом коктейли, например, если мы говорим о них, то все равно они используются целыми программами. И там эти разовые порции просто не нужны. Поэтому не видим необходимости в разовых упаковках, но понимаем ваш вопрос. Следующий. Почему из акций ВИПов пропали коктейли и супы с 70% скидкой? Спрос на эти продукты действительно очень хороший, очень высокий. И вот так как во время карантина и во время эпидемии коронавируса были такие сбои с поставками, и мы немножко опасались, что может не хватить их регулярно нашим покупателям. И какое-то время перестановили их продажи, но вот в ближайшее время уже возвращаем, и ВИПы смогут снова приобретать и коктейли, и супы с 70% скидкой. Вот. Есть еще два вопроса. Вот первый из них такой. Как Алексей Геннадьевич планирует голосовать относительно Конституции? Дорогие друзья, у меня есть к вам два сообщения. Первое. Конечно, очень важно в современном мире, чтобы твой голос был услышан, чтобы он был задействован, очень важно голосовать, очень важно участие. Когда нам кажется, что вот мы сейчас останемся дома, не пойдем голосовать, то наш голос там, мы покажем всем, что мы не согласны и не пойдем голосовать. Это, конечно, ну так чуть-чуть, ну по-детски, что я бы сказал. Потому что если вы не пошли голосовать, ваш голос будет по молчанию признан, ну как молчание – знак согласия. Помните такое есть выражение? Поэтому, конечно, в современном мире нужно участвовать во всех выборах, во всех голосованиях. И я призываю вас на вот этом референдуме, который будет 1 июля, пойти, конечно, и проголосовать дальше так или иначе в поддержку или против этих поправок в Конституцию. Это уже ваше дело, и важно, чтобы этот голос не пропал. Вот это такое первое мое сообщение. Вот. Ну и второе. Посмотрите, у нас сегодня форум компании «Фаберлик». У нас очень много коллег, наших партнеров из других стран. Вот. Я думаю, что это такой на форуме «Фаберлик» не совсем точный вопрос. И главное, что я вам говорил, что какие-то политические предпочтения не должны ни в каком образом раскалывать наше сообщество, никак не продвигать, наверное, какие-то политические взгляды внутри компании. «Фаберлик» – это отдельно, там, политическая повестка отдельно. Вот. Что касается меня, то я скажу, что я голосовать пойду, но с учетом вышесказанного, позвольте, чтобы это было тайное голосование оставалось. Вот. Ну уж я пройду и проголосую. Пойду и проголосую. Еще вопрос такой. Вопрос к Алексею Нечаеву. Какая ваша мотивация? Вы знаете, вот мне как ни странно, там, иногда спрашивают, какая мотивация. Мы с вами те люди, которые, наверное, что у нас такое есть, какая-то энергия, какая-то пассионарность, какая-то неугомонность, что нас спрашивают с вами, какая у нас мотивация. Ну, здесь очень простой ответ. Во-первых, нам повезло, мы занимаемся тем делом, которое нам нравится. Очень много людей в современном мире работают, ну, чтобы кормить свою семью, чтобы у них были деньги, чтобы они могли решать бытовые вопросы, жизненные, обучать своих детей. И нам очень повезло, что наше дело, оно нам всем еще и нравится. Кто-то втянулся и влюбился в свое дело в процессе. Кто-то изначально искал что-то похожее. Я и создавал компанию во многом как такое вот сообщество людей, как, прежде всего, такую бизнес-организацию, где сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч, и сейчас уже миллионы у нас наших таких есть членов этой большой семьи Фаберлик. И это всегда было главным. И я думаю, что те лидеры, те консультанты, которые сейчас меня смотрят, они также вот мотивированы тем, что есть много людей, с которыми ты что-то вместе делаешь. И посмотрите, есть же, наверное, два способа борьбы с бедностью. Один способ – это больше зарабатывать. И в этом смысле компания помогает людям зарабатывать. И второй способ – это за те же деньги, которые мы тратим на какие-то товары, дать возможность людям купить больше товаров. И тоже в этом смысле Фаберлик – это такая дважды компания, которая заботится о людях. Один раз помогает зарабатывать, другой раз помогает экономить, покупая первоклассные товары с разными системами скидок. Скидка в каталоге, выбылка маркетинг-план. Это такой вот движок, который неостановим. И видите, уже к России, к странам СНГ, к Балтии присоединяются другие страны, европейские, другие азиатские страны. Мы надеемся, что однажды скоро откроем и другой континент, уже не Евразию. Поэтому мотивация делать свое дело, делать его с любовью, делать его с людьми. Нам очень повезло с теми людьми, которыми мы работаем, потому что это все люди позитивные, это люди, которые хотят сделать, а не отчитаться. Люди, которые живут не воображением, а такими пустыми мечтами, а такими деятельностными мечтами. Людьми, которые любят окружающих, то есть не мечтательно, а прямо все мы с вами стараемся нанести людям непоправимую пользу прямо здесь и сейчас. И, конечно, это самый большой мотив, я думаю, у всех у нас. И спасибо за этот вопрос, потому что, конечно, очень, мне кажется, он один раз ко мне, но, с другой стороны, ко всем к нам. Спасибо вам, успехов. До следующего форума. Благодарим вас, Алексей Геннадьевич. Ну и подошел к концу наш по-настоящему домашний, уютный онлайн-форум.